Резняков назвал условия для имплементации формулы Штайнмайера. Украина может пойти на имплементацию так называемой формулы Штайнмайера в свое законодательство, если это будет единственным условием для начала урегулирования ситуации на Донбассе. В самой процедуре имплементации нет никаких проблем. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на интервью Интерфакс Украина вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. По его словам, для имплементации формулы, нужно вставить ее в текст закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который действует с 2015 года и продлевается каждый год. Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на него пойдет, отметил Резников. Он также подчеркнул, что нюанс в том, что имплементацию формулы Штайнмайера должна обсуждать политическая подгруппа ТКАК, но российская сторона, приглашенные представители оккупационных администраций настаивают на том, что украинский закон об особом статусе Донбасса нужно переписать. Дилемма. Либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать формулу Штайнмайера. Тогда не будет ли это считаться нарушением процедур комплекса мер? Это вопрос к нашим европейским партнерам, если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства, означает ли это, что нужно прекратить? Озвучено Яндекс Спичкайт. Соответствующие консультации в ТКАК. Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части Минских соглашений? Вопрос риторический, добавил Резников. Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину имплементировать данную формулу. Согласно этой формуле, закон об особом порядке самоуправления Вордла вступает в силу в день местных выборов. А на постоянной основе будет действовать, если ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли по международным стандартам.